МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основным драйвером экономики в ближайшие пять лет станут госпрограммы. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2018-2022 годы. Ожидается, что это будут программы Нурлыжол, Нурлыжер, программы развития агропромышленного комплекса и индустриальных проектов ГПИР. Правительство ожидает устойчивую и поступательную экономическую динамику за счет более высокого увеличения валового накопления, умеренного и устойчивого роста потребления населения и экспорта. Существенным фактором поддержания экономического роста станут инвестиции. При этом государственные инвестиции в реализацию крупных индустриальных и инфраструктурных проектов позволят повысить вклад инвестиций в динамику внутреннего спроса. На 2018 год целевой ориентир инфляции в Казахстане определён на уровне 5-7% с дальнейшим постепенным понижением до 4% и ниже к 2020 году. Такие сведения приведены в обзоре инфляции за второй квартал 2017 года, опубликованном на сайте Национального банка. Ожидается, что при цене на нефть 50 долларов за баррель темпы экономического роста в 2017 году будут на уровне 3%. Оценки стали более позитивными ввиду более высоких темпов восстановления экономической активности во втором квартале. С учетом более высокой базы в 2018 году темпы роста экономики ожидаются на уровне 3%. В долгосрочном периоде рост ВВП будет стремиться к своему потенциальному значению, говорится в сообщении Национального банка. Также сообщается, что во второй половине 2017 года ожидается нахождение годовой инфляции ближе к верхней границе целевого коридора при цене на нефть 50 долларов за баррель. Это обусловлено влиянием шоков в предложениях на продовольственных рынках. Во втором квартале 2017 года занятое население увеличилось почти на процент. При этом сохраняется тенденция сокращения численности самозанятых, сообщается в обзоре инфляции Национального банка. В разрезе отраслей экономики количество наемных работников выросло в области обслуживания, транспорции, здравоохранения, горнодобывающей промышленности, образования и торговли. Вместе с тем наблюдалось снижение наемных работников в научной и технической деятельности, строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. Доходы страховых компаний Казахстана за январь-июль 2017 года показали рекорд, превысив 185 миллиардов тенге, пишет рэнкинг КИЗ. При этом на 34% увеличились и расходы страховщиков. Прибыль за 7 месяцев 2017 года у страховых компаний составила почти 41 миллиард тенге, что почти на 45% меньше по сравнению с прошлым годом, когда прибыль достигала рекордной отметки за последние 10 лет, вплотную приблизившись к 75 миллиардам тенге. Министерство финансов Китая назвало ошибочным решение рейтингового агентства S&P понизить суверенный кредитный рейтинг страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Накануне агентство понизило национальный кредитный рейтинг Китая до А+. Снижение S&P суверенного кредитного рейтинга Китая является ошибочным решением, говорится в сообщении. В ведомстве указали, что благодаря реформам правительства в последние годы в стране наблюдается стабильный рост экономики. В связи с этим китайский Минфин отмечает, что решение S&P приводит в замешательство. Авиакомпания Air Berlin намерена обсудить продажу частей компании с Люфганза и Изиджет, сообщает издание Handelsblad. Эта операция может принести от 250 до 350 миллионов евро, что позволит авиаперевозчику возместить кредит в 150 миллионов евро. Кроме того, газета сообщает, что на фоне ситуации с Air Berlin правительство не исключает возможности банкротства других авиакомпаний и призывает в письме к Еврокомиссии к лучшей защите пассажиров. Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Этихат финансово поддержать авиакомпанию. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенные рейтинги Великобритании на одну ступень до АА-2 с АА-1 из-за возможного негативного влияния на национальную экономику выхода страны из Евросоюза. По мнению аналитиков агентства, давление на налогово-бюджетную систему Британии будет усиливаться из-за снижения прочности британской экономики в среднесрочной перспективе из-за Brexit. Эксперты агентства считают, что госдолг Британии в 2016 году достигнет почти 90% ВВП, а в 2019 он приблизится к 93%. Рост ВВП Великобритании в 2017 году замедлится до 1,5%, в 2018 до 1, считают в агентстве. Согласно результатам исследования, проведенного для виза агентством Moody's Analytics, рост использования электронных платежных инструментов, таких как кредитные и дебетовые платежные карты, добавил 983 миллиарда долларов к объему ВВП 56 стран. Эксперты давно пришли к выводу, что более широкое использование кредитных и дебетовых карт способствует экономическому развитию за счет снижения операционных издержек и повышения скорости товарооборота. Мы акцентируем внимание именно на количестве платежей. Здесь не столь важна сумма платежей, сколько количество. Это говорит о том, как часто человек обращается к этому инструменту для осуществления платежа. И в прошлом году рост составил у нас 43%, прирост был по безналичным платежам, в этом году уже 70%. Использование кредитных и дебетовых карт помогает потребителям принимать решения о покупках, так как держатели карт имеют быстрый и безопасный доступ ко всем своим средствам на карточном счете. Использование платежных карт также выгодно для торгово-сервисных предприятий, поскольку уменьшается объем наличных средств и, как следствие, сокращаются затраты и риски, связанные с их хранением и обработкой. Вот только в Казахстане повсеместное внедрение электронных платежей идет со скрипом. И этому есть ряд причин. Мы считаем, как ассоциация, и это мнение, так скажем, консолидированное, что те же самые торговые предприятия и мелкие точки, их нужно стимулировать, использовать посттерминалы. Те вещи, которые мы поднимаем, мы предлагаем субсидирование НДС по операциям безналичным. То есть для экономика она реагирует в первую очередь на стимулы, и такие стимулы должны предоставляться. В Казахстане уровень безналичных платежей в розничной торговле составляет 18%. При этом объем карточных операций за первое полугодие 2017 года увеличился на 70%. Люди чаще начинают именно платить картой, а не снимать деньги с банкомата. Они платят картой в точке продажи, через интернет, переводят деньги через банкомат. Повышается уровень осведомленности клиента о возможностях карты, те технологические возможности, которые предоставляют банки, сервисы. То есть они используются. Если мы в абсолютных величинах еще далеко рядом не стоим с развитыми странами, но скорость именно изменения этих всех процессов, он достаточно такой привлекательный и интересный. Согласно официальным данным, 37% населения Казахстана пользуются платежными картами, только снимая наличные. 13% используют карту для покупок в точках продаж, 28% оплачивают услуги и в точках продаж, и через интернет. У нас очень хорошая динамика развития оборудования. Посттерминалы сейчас 120 тысяч посттерминалов. Они установлены, 110 тысяч из них установлены как раз в предприятиях торговли и сервисах. Мы создаем возможность для развития бесконтактных платежей. То есть учитывая, что бесконтактный платеж должен быть быстрым и удобным, мы исключили необходимость проставления подписи держателя на бумаге. Для развития электронных платежей Национальный банк Казахстана до конца года запустит уникальный проект. Регулятор уже разработал приложение для смартфонов с удобным и простым интерфейсом. Сейчас у нас идет пилотный проект тестирования, в котором мы рассматриваем покупку именно краткосрочных нот, по которым доходность сравнимо, она привлекательнее, чем депозиты. И в качестве инвесторов здесь будет выступать именно население. То есть решается несколько задач. Это повышение уровня грамотности населения именно на фондовом рынке, на рынке ценных бумаг. Также, чтобы они могли выступать напрямую покупателями, без брокеров, без других посредников. То есть максимально упрощена процедура. И все это будет на мобильном приложении очень доступно и понятно. Предполагается, что сначала клиенты в приложении подвяжут свою электронную карточку к счету в Национальном банке, откуда, и будут списываться деньги при покупке государственных ценных бумаг. Покупка происходит автоматически со списанием денег с вашего счета. Вы в любое время можете погасить, в любое время купить. 24 часа в сутки будет работать этот сервис. Мы работаем над пилотным проектом. Мы планируем сделать это до конца года. Новое приложение не принесет больших денег Национальному банку Казахстана, но положительно повлияет на финансовую грамотность населения. Особенно среди молодежи, говорят представители регулятора. А пока чаще всего мы оплачиваем карточками мобильную связь, покупаем игры, топливо и книги. Реже электронные кошельки используются для приобретения продуктов питания. Реже электронные кошельки используются для приобретения продуктов питания.